всем привет меня зовут лиза добро пожаловать ко мне на канал и сегодня мы с вами поиграем самую-самую первую версию евротрак симулятор 2 а то есть версию 1.0 которая вышла в 2012 году сейчас мы с вами представим что мы находимся в том самом 2012 году представим что игра только-только вышла создадим профиль пройдем обучение если здесь обучение есть посмотрим вообще на графику на саму игру что она собой представляла в том году и может быть даже попробуем отвести груз и давайте начнем с самого простого создадим новый профиль это делать я умею так имя давайте буду все писать на английском назовемся лисой так фотографию нам нужно выбрать слушайте здесь фотографии другие фотографии не те которые сейчас есть если ты сейчас будешь создавать профиль там уже в более новых версиях какие-то интересные женщины какие-то симпатично мне вот это нравится с таким афро на голове так грузовики на грузовиком здесь явно-явно меньше чем конечно мы имеем сейчас при создании профиля я так понимаю манда это кстати какой-то majestic я так понимаю это какой-то заказ под мерседес возможно вариант это скорее всего заказ под вольво наверное тогда у них не было прав что вы использовать эти марки зато дав рено да и ве и веда смотрите не и века а и веда значит и века тоже не могли использовать давайте возьмем сканью серую сканью вроде точно такую же убрала и тогда когда первый раз начинала создавать игру и нравится вот я не знаю голубую сканью или синюю возьму серую так далее логотип компании логотипы вроде бы те же самые вроде бы такие же как и сейчас мы имеем давайте я выберу такой вот огонечек потому что огонек я вроде бы не помню и логотип армия гонечка так и название компании у нас будет лиза отчик так ладенько я поняла что название компании не очень подходит в общем я пошутила за вас да вы можете не стараться я назову просто лиса давайте просто лиса без всяких лизочков так язык русский игровой модуль европы на такие создать так я уже настроила до руль кнопочки настроить чуть позже и нам теперь нужно выбрать стартовый город так предлагается почему-то швейцария кстати обратите внимание до города страны которые у нас здесь есть кстати кусочка россии нету так чтобы нам бы такого бы выбрать бы ну я вообще когда начинала до игру в более уже новых версиях евротрак симулятор 2 я выбирала кассель но сейчас давайте мы с вами выберем допустим 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 давайте выберем швейцарию выберем цюрих цюрих не знает правильно хотите ли вы пройти обучение конечно конечно я хочу пройти какая интересная загрузка сейчас вообще другая добро пожаловать евротрак симулятор 2 наконец-то у вас появилась возможность поучаствовать почувствовать себя в шкуре водителя дальнобойщика ваша транспортная компания начинает свою деятельность к сожалению у вас не хватает средств на покупку грузовика поэтому вам придется временно поработать наемным водителем ваша задача довести груз большие трубы на склад поспет в город тюрих работодатель предоставляет вам транспорт и берет на себя все расходы постарайтесь уложиться в установленные сроки не подведите ух ты шьешь моё ж ничего себе ха ха какое оно все старое так я сейчас быстренько настрою кнопочки какое тут меню посмотрите какое лысенькое голенькое меню как младенец просто голенькое такое все а тут чисто музыка записи профили настройки авторы и выход все и кнопочка в путь которая кстати кнопка в путь а вы ее не видите я вам тут я радостно показываю общем кнопка в путь можете поверить мне на слово точно такая же как есть вот сейчас так я вроде настроила все нужные кнопки если что по ходу я добавлю еще кнопочки может быть я по какие-то могла и забыть так я завела завела используйте дополнительный контроллер для управления грузовиком ну понятно попробуйте прыгать вперед на пару метров и затем остановитесь хорошо какое все старенькое какое все старенькое так мы проехала остановилась доступны различные камеры для обзора но это о смотрите ребятки трубы вот они наши стальные трубы scania потому что я выбрала логотип чикская не какая красивая вот реально прекрасная машина ой какова вот это нас вообще красота такой графон графон вообще просто отпад всего ребята так нам хотите чтобы я все сделала да все давай enter по гора приступать доставки грузов используйте роутедвизор чтобы определить свое местонахождение какой роутедвизор у тебя господи как тоншет кстати выглядит так нажмите f1 или кнопку чтобы выглянуть поближе ага ты она по уже нажала слушайте как мне все готово можете выезжать следуя указаниям навигатора ладно о чем не в моей скане и навигатор то тоже есть вот и все ой здравствуйте можете прислушаться к звукам да раньше звуки везде были одни и те же а сейчас знаете ли звуки везде разные для каждого грузовика свой звук а здесь нет кстати вот невидимая стена тоже по-другому выглядит кстати этот руль такой тяжеловатый надо немножко сейчас настроить все зеленый загорелся кстати смотрите вон из кабина ладно кабину покажу потом это наверное сейчас никуда не смогу добраться так на разгрузке вас всегда есть выбор поставить прицеп как полагается получить за это дополнительный балл опыта или в случае спешки пожертвовать бонусом пожертвовать бонусом и с помощью указанной кнопки отцепить трейлер неподалеку от места разгрузки сейчас торопиться некогда поэтому развернитесь и давайте задним ходом к обозначенные зоне ухтыш а это я уже груз до 100 то есть вы хотите да чтобы я сразу сам вместе с обучением еще и вылезай придешь тебя в покое не оставлю еще и это да ой я еще и делала одно само я думала щас будем учиться парковаться то видимо нет не в этот раз слушайте высоте какая загрузка просто забавная здесь интересно это ваша штаб-квартира это обычный гараж он не особо просторный 0 начало сойдет надо так заработав в общем обучение обучение вообще то же самое самое главное что она есть вот лисы здесь вы можете поставить ваши текущие результаты выберите выборите выберите следующее задание так заказы агент из швейцарии давайте на и веда давайте сядем с вами на и веда из цюриха в женеву доставим рис но здесь в принципе на эти почти вот точно так же как сейчас она и выглядит немножко немножко только оформление поменялось так 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 все слушайте можем с вами ехать навигатор у нас здесь на нашей и виде есть груз кстати набрать не пришлось потому что мы взяли с вами заказы агент смотрите вот на это еще обратить можно внимание текущее задание на здесь сейчас же она у нас вот здесь вот высвечивается если мы играем да там уже в более новые патчи уже здесь появляется окошко с нашим заданием а здесь вот таким вот это образом выглядит так нам надо здесь направо трафик кстати трафик здесь нормальный оба в общем делаем сейчас все то же самое что я обычно делаю и в обычном евро трек симулятор 2 что я обычно делаю это катаюсь врезались мы же сами представляю что я в 2012 году мы с вами представляем что я играю в первый раз значит я имею полное абсолютно право брать и врезаться во все ой слушаете у меня отчеты интенсивность торможения вообще никакая все я сейчас интенсивность торможения под настроила конечно в ходе игры уже в ходе записи ролика мне приходится это все под себя под настраивать потому что пока вот не начнешь ехать ты не поймешь ну что вот и ведут себя абсолютно точно так же как и сейчас вообще ничего не поменялось ты в них врезаешься они 300 лет стоят топят и только потом начинают ехать когда все вокруг уже 300 раз разъедутся в разные стороны ну ладно слушайте какой же у нас тут этот роут адвизор забавный реально как планшет выглядит ну-ка смотрите у нас кнопочный телефон у нас в нашей и беда ё-моё стоит кнопочный телефон ручник кстати нельзя прям назад посмотреть вот это вот максимум что я могу сделать ну ладно к так ну-ка вот сейчас тормозить стало лучше все стало хорошо тормозить отлично поехали дальше зеркала у мне тут такие интересные вообще такое все интересные звуки вообще без это великолепный кстати вопрос вы слышите звук двигателя а есть я сделала в если сделать очень громче то звук двигателя есть а так звук двигателя вряд ли похож на настоящий звук двигателей века потому что наверное вряд ли когда эту игру создавали записывали звуки настоящих двигателей но я имею ввиду в первые патчи этой игры сейчас то конечно вы видели до ролики уэсс как они вообще создают звуки двигателя лишь прям стоят записывать их там такая интересная аппаратура они это так все классно делают записывают прям вот реально настоящий берут грузовик записывают вообще звук мотора вот эти вот все звуки и реально получается вот один в один а здесь я предполагаю я конечно могу этого не знать но здесь я предполагаю что такого не было и мне кажется просто кажется что раньше здесь просто у всех был один и тот же звук а звук статьи перестроения вообще такой громкий такой какой-то страшненький графика здесь ну конечно нет смысла долго что-то размасоливать про графику понятное дело этот патчи 2012 года это старая 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 игра по факту этому патчу 10 лет и мне вообще кстати этот ролик дался не просто потому что для того чтобы скачать было легко да если найти в принципе наверное еще не так это проблемно а вот установить это уже проблема потому что а знаете почему потому что я юта со стола ушла вот почему я вижу тебя да моя собачка любимая в общем почему это сложно я скачать то скачала этот патч понятное дело в стиме я не могу откатить до версии 10 потому что в стиме самая последняя версия до самая ранняя которая есть стиме это версия 6 вроде 126 или 124 в общем либо 128 в общем уже переваливающая за 20 то есть далеко далеко не самая первая версия игры а вот я же на просторах интернета нашла эту версию но но я же я скачала установила все юта ну что это такое они метод беготню устраивают скачала вроде бы все никакой проблемы нет можно играть но нет игра не запускалась потому что потому что мой умный компьютер да вся вот эта программка знает что у меня уже есть какой-то евро трак симулятор 2 патча 144 а здесь я пытаюсь открыть точно такую же игру но почему-то другого патча и она как бы не состыковывается и из-за этого я очень много времени вот реально несколько часов просто потратила на то чтобы взять и нормально это все установить в итоге оказалось нужно было просто там пошаманить с папками и все получается но это действительно все не так просто мне тут животное я не знаю вы слышите или нет но они носятся как не знаю кто скачет у меня по дивану юта дерется с мирой но они дерутся по-хорошему то есть не как бы друг друга любят уважают давайте проверим если круиз-контроль есть круиз-контроль все прекрасно а кстати только я не могу я похоже не настроила кнопку чтобы делать больше или меньше круиз-контроль поэтому мы едем скоростью 89 км в час а потом я буду педалью газа либо педалью тормоза делать больше либо меньше и снова нажимать на круиз-контроль и в общем таким образом не буду постоянно давить на педаль и мы будем вот так вот пользоваться круизом вообще смотрите вот такой ох как громко то вот такой вот у нас вид камеры да также как и в новых патчах евро трака и давайте я попробую какое-то время так ехать вообще механика механика как мне кажется точно такая же как и сейчас мне кажется она вообще никак не поменялось потому что я вот еду и все и вот она вот так вот сейчас есть таки тут она очень вот эти провода меня смущают они постоянно мерцают жирные точки в небе ребят сейчас версии игры вот который игра 1.0 версия самый последний 144 жирные точки в небе как были так и остались точно такими же жирными точками в небе конечно а кстати нет слушайте мы сейчас проверим механику мы сейчас не его вообще не качает ну или качает не осушить не от учета назад не сдаешь вот мы и проверили сами механику вот и все а вот и все ну конечно если давить на газ то конечно назад не поедем это логично да это очень очень логично и звуки такие громкие и меня нереально просто пугают я просто хотела проверить будет ли нас шатать так 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 я пытаюсь понять как не сообщение это смотреть или я не могу их смотреть а вот это вот я могу вот смотрите мы с вами сейчас везем рис в женеву сколько тонн сколько тонн риса кстати нет написано то есть сколько тонн риса везем неизвестно просто видите его занесло но может быть устойчивость грузовика у меня на максимуме тоже может быть просто мне кажется что нет вроде реально но немножко по-другому ощущаются а еще зеркало левая искажает вид прям вот немножко дорогу искажает ну ладно ладно одна авария у нас на счету грузовик мы побили кстати будет очень я думаю интересно и думаю будет очень интересно если я зайду куда-нибудь на и стул и мы посмотрим что там у нас на и стул общинова есть сколько километров то осталось ехать можно мне сказать пожалуйста сколько километров осталось все осталось 122 километра масштаб я так понимаю у нас здесь точно такой же понятное дело он у нас никак не изменился вообще конечно если сравнивать эти две версии первым делом глаза ну лично мне может быть вам что-то другое лично мне бросается конечно графика потому что графика по сравнению с тем что мы имеем здесь и по сравнению с тем что мы имеем сейчас да в самом последнем патче в бета-версии 144 вообще разница колоссальная здесь пиксель на пикселе плоские деревья все плоская я не говорю что это плохо 2012 года это вообще было прекрасно это было просто чудесно великолепно и это реально круто было для того года но если реально сравнивать конечно первым делом глаза бросается вот это вот графика и действительно если сравнивать то за 10 лет графика просто безумно в лучшую сторону улучшилась до намного сейчас приятнее играть намного приятнее смотреть на кажется даже глаза не так сильно устают но естественно благодаря графике более такой знаете реалистичный получается геймплей и больше чувство погружения в саму игру потому что все выглядит более реалистично вот далее на втором месте для меня что сильно бросается в глаза если опять же сравнивать даст самый первый самый последний патч это звуки вот лично мне я прям чувствую насколько вот сейчас звук и века не похож на тот звуки века которые есть самым опять же последним патчи игры евротрак симулятор 2 каждый раз повторяю одно и то же но я думаю вы меня понимаете если реально вот эти вот звуки сравнить вообще вообще просто небо и земля но вот я слышу что они вообще очень сильно отличаются вот эти вот звуки поворотников вы это слышите то и же другое аварийка кстати ну да приятное дело звук аварийки будет точно такой же но просто в целом звук двигателя нахождения в кабине звук снаружи тоже другой она все поменялось далее далее что еще можно заметить да какие еще у нас есть отличие между патчами это конечно же название я я с этого буду играть просто всю оставшуюся свою жизнь потому что ну обозвать и века и веда а еще сделать вид что если назвать и века и веда никто не поймет что это на самом деле за господа века это же и веда все никакой и веки тут нет если говорят и века машина века то и веда и веда вперед победа и веда пишите ваши рифмы в комментарии и давайте короче самое лучшее самая лучшая саркастичная шутка рифма про и веда да как и века машина века самый вот такой саркастичный смешной комментарий с рифмой к слову и веда я под этим роликом о спасибо за штраф потому что мне кажется ну что и веда и беда почему и беда это реально забавно из и странно что вот скания да нормальная man нормальный mercedes вместо mercedes там вообще какой-то я не знаю какой-то заказ другой но я понимаю почему так это все потому это все потому что у них не было правда не было лицензии да как это правильно называется на то чтобы использовать эти марки у себя в игре а видимо с этим с маном с века они договорились там еще а вот вместо вольво тоже какой-то другой грузик это вот тоже бросается в глаза в четвертых то что я сильно заметила да то что тоже отличается между и каю между самым новым и самым первым патчем это вообще в принципе интерфейс это роут адвизор это главное меню это экран загрузки вообще вот все-все-все далее между поведением трафика я вообще никакой разницы не вижу трафик как был тут туповатенький такой знаете он вот такой же и осталось и кстати здесь на знаках в патче же 144 сейчас пишут расстояние до городов сейчас здесь понятное дело этого нету просто указатели на женеву все и больше ничего не надо что еще что еще бросается в глаза наверное то что у тебя угол обзор камеры в кабине другой то есть я не могу посмотреть на свою кровать прекрасную которую у меня там в моей кабине находится так у меня мышка что-то съезжает извиняюсь в общем это да это основное что сильно бросается в глаза а так обучение то же самое в принципе механика на вы как-то 50 на 50 как мне ощущается значки на карте не считая улучшения их графики тоже остались те же самые поведение трафика да она сейчас более непредсказуемое но тем не менее тоже можно сказать что например на я же тормозила я же тормозила как могла ну а представим что я первый раз играю все таки интенсивность торможения настроил 1 видимо не так хорошо вот как мне кажется интенсивность интенсивность трафика поведение трафика примерно одинаковая то есть на общение сильно поменялось вот ну и не знаю какие еще мы же найти сходство мы пока вот стоим с вами здесь да ты ехать будешь возможно я сейчас признаю что более новый трафик наверное по умнее чем этот дядя 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 не надо давай езжай это кстати мазда вроде бы ну вот ладно ладно я признаю что трафик в 144 все-таки будет по умнее чем трафик в 1.0 и я себя веду в 144 немножко по умнее чем здесь почему-то я уже который раз создаю какую-то аварию наверное с непривычки а и он поехал это вообще как ну ладно постоим подождем еще мне очень интересно посмотреть как здесь выглядит тюнинг глянуть на тюнинг мне было бы интересно посмотреть какие тут есть общие обвесы быстренько по его этому пробежаться так ну все едем спокойно да все нормально у нас все хорошо так нам здесь надо налево будет час перестроиться так 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 а вы такие умные но я-то знаю что у меня в любой момент есть кнопка enter но у меня нет свободной камеры слушайте ой не очень тупой руль поэтому я наверно великолепно если вы просто каждый раз сейчас музыка такая играла было бы еще веселее играть о смотрите прокачка навыков причем она прям один в один она прямо один в один как сейчас nokia и ладно дальние дистанции 6 нет что тогда что-то вроде сейчас добавилось еще что-то вроде бы есть может быть и нет так отсюда вы можете получить доступ ко всеважной информации а это все понятно но я думаю думаю что на этом моменте у меня же нет своего грузовика я такая умная я думаю что на этом моменте ролик я буду заканчивать очень надеюсь что вам он понравился на ста и в принципе дав салон какой-нибудь с покупкой грузовика я заеду уже в следующем ролике при условии если я увижу что вам этот ролик понравился а для этого обязательно ставьте лайки пишите комментарии участвуйте да в этом небольшом мини-конкурсе совета вот и также подписывайтесь на мой канал если вы еще почему-то по какой-то причине не подписаны ну а мы с вами встретимся уже в следующих роликах и стримах всех целую обнимаю и всем пока